Издательство «Эксмо». Елена Лагунова. Брошки с бложки. Глава первая. «Елена!» — донеслось снизу. «It's me!» — пробормотала я, колотя по клавиатуре в темпе, соответствующем стремительному развитию сюжета. «I am Elena, yes!» Мой ГГ, что в переводе на нормальный язык означает «главный герой», вплотную приблизился к финалу и уже набирал широкую грудь в воздух, а чтобы на прекрасном, не как у меня, английском произнести свое знаменитое «Встретимся в следующей жизни, бэбби». Да, вот такой он, мой ГГ. Пафосный любитель банальщины. «Елена, спустись ко мне, пожалуйста, если тебе не очень трудно». Голос тети Иды сделался язвительным. «Мне, конечно же, не трудно к ней спуститься. Во всяком случае, гораздо легче, чем ей ко мне подняться. Возраст 80 плюс и артеритные суставы не располагают к штурму крутой высокой лестницы. А я-то почти вдвое моложе. Я еще и по перилам съехать могу». Ступенька лестницы скрипнула. «Иду, иду!» — прокричала я, испугавшись, что тетя Ида все-таки решится на опасное восхождение. «Встретимся позже, бэбби». Это я сказала уже своему ГГ, вынужденно оставляя его на произвол судьбы. Впрочем, ничего с ним в мое отсутствие не случится. За это моя авторская душенька спокойна. Я закрыла ноутбук, дробно пересчитала ногами два десятка ступенек, сбежав на этаж ниже, и доложилась. «Рядовая Лагунова, по вашему приказанию, прибыла». «Вообще-то я не рядовой, а целый младший сержант. Давным-давно получила это воинское звание вместе с дипломом филолога. Довольно странный комплект, но это факт. В университете у нас была военная кафедра». Однако рядом с тетушкой лычками козырять бессмысленно. Она-то минимум полковник, если вообще не генерал. Наша Ираяда Львовна совсем не простая старушка. Она много лет командовала конструкторским бюро, где проектировали подводные лодки. Подробностей я не знаю, но чем-то очень серьёзным занималась тетя Аида, раз выезжать из страны ей разрешили только несколько лет назад, аккурат под 80-летний юбилей. «Я не приказывала, а вежливо попросила». Тетушка приподняла ниточки бровей и плавно повела рукой, предлагая мне присесть. Стул она загодя выдвинула и развернула так, чтобы с него открылся лучший вид на середину комнаты. Я поняла, что сейчас состоится очередная презентация, подавила вздох и заняла отведённое мне место восторженного зрителя. Тетя Аида важно просеменила на условную сцену, встала под люстрой, жестом фокусника извлекла из рукава какую-то блестящую штуку и осторожно потрясла ею в воздухе, добиваясь эффекта непрерывного слепящего сияния. Грамотно занятая ею позиция под люстрой а-ля Эрмитаж этому очень способствовала. Я послушно прижмурилась и восхищённо воскликнула. «Ух ты!» «И это всё, что ты можешь сказать?» Не удовлетворилась тетя Аида. «Роскошная штука!» Добавила я восторга. «Шик! Блеск! Красота! А что это? А ты не видишь?» Тётушка решила потянуть, поинтриговать. «И я бы ей подыграла, конечно, но у меня наверху в макбуке ГГ замер в дикой неловкой позе, с полной грудью воздуха, уже открытым для финальной фразы ртом и наведённым на цель пистолетом. А я же не мучительница какая-то. Я добрый автор и желаю максимально приблизить хэппи-энд». И момент получения мною заслуженного гонорара. Поэтому я поторопилась спросить. «Это новый ошейник для Вольки?» Волька — любимый четвероногий друг тёти Иды, здоровый серополосатый зверь хулиганской наружности. Волькой кот назван не потому, что своеволен и свободолюбив, хотя он именно таков. Это сокращённое на старинный манер человеческое имя Владимир. Тётя Ида считает, что её кот — вылитый поэт Маяковский. И она права. Какое-то сходство угадывается. Тяжёлый взгляд из-под лобья, полосы на лбу подобием растрёпанной чёрной чёлки, Волька — зверь роскошный и весьма харизматичный. Хотя гламурный ошейник ему, конечно, не пойдёт, не впишется в образ. Я, очевидно, ошиблась с предположением о назначении сверкающей штуки. Сдвоенное фырканье, изданное одновременно котом и его хозяйкой, подтвердило, что моя версия неверна. Мне представили вовсе не обновку для Вольки Владимировича. «Это браслет, Елена!» Тётя Ида выступила на аванс сцену, чтобы настойчиво потрясти своей добычей перед самым моим носом. «Сблушки!» — уверенно предположила я. Тётя Ида обожает блошинные рынки, знает в славном Питере все места, где периодически возникают развалы с милым её сердцу хламом и обходит их дозором регулярнее, чем мороз своего да свои зимние владения. В любое время года выдвигается на тихую охоту и неизменно возвращается с добычей. Потому-то тётина квартира больше похожа на захламлённый музей, чем на комфортное человеческое жилище. У нас даже в санузле линогравюры на стенах и фарфоровые статуэтки на полочках. Мне это кажется весьма забавным — сидеть на унитазе с видом на целую толпу пастушек, балерин и собачек. На самом нижнем ярусе, кстати, помещаются фигурки кошечек. Это чтобы и Волька, пребывая в своём кошачьем клозете, заодно приобщался к прекрасному. То есть это я так думаю. Тётя Аида ни мне, ни коту свой художественный замысел не поясняла. А вот и несбложки. Несбложки. Тётушка обрадовалась, что я не угадала. Ей нравится быть оригинальной и непредсказуемой. Это мне Марфинька подарила. Винтаж, между прочим, и недешёвый. Серебро 875-й пробы со звездой и натуральный горный хрусталь. Супер! А вы чём отдарились? Я не усомнилась, что по факту имел место какой-то бартер. Марфинька, она же Марфа Ивановна, стародавняя знакомая и Раиды Львовны, из разряда заклятых подруг. В розовой юности эти барышни из благородных семейств кавалеров друг у друга отбивали, а на закате жизни истово соревнуются в богоугодных делах. У кого кулечи на Пасху выше поднимутся, да кто поболее благодетельствует ближнего своего. Если Марфинька преподнесла Идочке ценный подарок, то наверняка получила симметричный ответ. А я ей ту мраморную плакетку с серебряной с позолотой и медалью Руфани, которую купила за 18 евро на бложьевнице. Которую Волька уже три раза с полки сбрасывал. Кот, в отличие от хозяйки, невеликий ценитель прекрасного. Как-то он нещадно подрал когтями картину маслом, о которой тетя Ида говорила, что это убедительное подражание французским импрессионистам. А однажды расколотил на треснутую тарелку императорского завода с царским вензелем. Мраморную плакетку, по форме похожую на миниатюрную гладильную доску, Волька то ли сильно не взлюбил, то ли наоборот не мог обойти вниманием и постоянно распускал лапы, норовя смахнуть ее с полки на пол. «У Марфеньки нет кота, плакетке ничего не грозит». Тетушка подтвердила, что медаль работы Руфани нас покинула из-за Вольки.